Праздничное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику основателя казахской литературы. Произведения Абая актуальны и сейчас. На идеях Абая должны воспитываться подрастающие поколения. Заместитель Акимобласти Серик Егизбаев отметил, что праздник в новом формате проводится на обновленной площади. Это стало любимым местом отдыха наших горожан. И вот тот проект, который презентовал Аким города Абат Абаевич, вот слова, его слова назидания, он сказал, он на казахском языке сказал, менгелек, формата, в вечном формате, на камнях, чтобы мудрость, которую он передавал своему народу, чтобы молодежь и всегда она была вместе с нами. Здесь читают отрывки из произведений великого Абая. Богдан Качала говорит, что поэт болел душой за свой народ. Есть плохие, есть хорошие, и что человек должен знать разные науки и без науки. А ничего бы в этом мире не было. В честь праздника на площади Абая появились каменные стелы, на которых высечены слова назидания мыслителя. Поэт всегда призывал свой народ к труду и просвещению. В течение месяца с лишним эти камни обрабатывались, потом наносили слова назидания Абая. Работу эту помогли, вместе делали с другом, с коллегой, Джумагулов Ерген и его сын Аслан. Поэтесса Акуштаб Бактагиреева ставит Абая в один ряд с Альфа-Рабиша, Тару Ставели, Алексеем Толстым и Омаром Хаямом. Наш соотечественник всегда остается духовным ориентиром. Народ считает Абая великим мыслителем, поэтому он и не стареет никогда. А мыслители любого народа, они принадлежат всему человечеству. Абай в свое время переводил и песни Татьяны, он принес великую степь, и песни Лермонтова, он принес великую степь. Он был мыслителем и очень передовым человеком. Также в день Абая в Западно-Казахстанской области открыли зал его имени в одной из библиотек и провели научно-практическую конференцию. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.